Здравствуйте! Вы смотрите программу «Звезды русского мира». Наш сегодняшний гость, директор и художественный руководитель киностудии «Русский путь» кинорежиссер Сергей Зайцев. Сергей Леонидович, здравствуйте! Документальное кино – это такая магия вообще. Кино – это, я не знаю, это какая-то тайна, это какое-то волшебство. В моем личном понимании, я думаю, что в понимании очень многих наших телезрителей и профессионалов в том числе, а уж кино русского зарубежья, так это вообще для многих тайна не раскрытая. Скажите, что волнует вообще русское зарубежье? Вы имеете к нему самое непосредственное отношение, поскольку есть и фестиваль «Русское зарубежье», о котором мы сегодня подробно поговорим. И «Русский путь» кинокомпании, киноклуб занимается тоже фильмами русского зарубежья. Знаете, тут надо, во-первых, конечно, все это структурировать, чтобы зрителю было понятно. Давайте. Значит, во-первых, чем мы занимаемся? Мы, прежде всего, киностудия «Русский путь», которая существует в доме русского зарубежья имени Александра Солженицына уже целых 15 лет. Кроме этого, есть киноклуб «Русский путь», который также работает 15 лет. Кроме этого, есть международный кинофестиваль «Русское зарубежье», которому в текущем году тоже должно исполниться 15 лет. И у всех этих, так скажем, организаций немножко разные задачи. Киноклуб «Русский путь» просто популяризует хорошее документальное кино. То есть можно прийти и посмотреть кино в доме русского зарубежья? Да, мы можем посмотреть в киноклубе «Русский путь». Вот кто хочет, все могут посмотреть хорошее документальное кино. Не обязательно о русском зарубежье. Международный кинофестиваль «Русское зарубежье» показывает, конечно, фильмы вот только о русском зарубежье, о русской эмиграции всех волн, разных волн. Первый, второй, третий волн, так сказать, показывает фильмы о современной русской эмиграции, о тех людях, которые сейчас представляют собой русское зарубежье, которые объединяются в общины русские по всему миру в разных странах. Значит, о киностудии «Русский путь» — это киностудия производителя, которая делает кино о русском зарубежье, не о русском зарубежье. Разное документальное кино просто о том, что, мне кажется, для России важно. Вот на эти темы мы делаем картины. Конечно, тема русского зарубежья превалирует. И в основном все те фильмы, которые киностудия «Русский путь» за 15 лет сделала, они посвящены русскому зарубежью. Надо сказать, что мы уже 9 лет делаем такой цикл, который потом показывается на телеканале «Культура», который называется «Русские в мировой культуре». Это цикл фильмов о русских людях, которые оставили за рубежом какой-то действительно значительный след. Ну, в целом просто цикл называется «Русские в мировой культуре». Имеется в виду и культура, и наука, и, так сказать, разные сферы деятельности человека. Вот это цикл о тех русских, которые действительно проявили себя, и которые, так сказать, стали гордостью истории, науки, культуры тех стран, в которых они проживали, в которых им пришлось работать. Вот. Как правило, кстати, все эти люди, конечно же, конечно же, оказались там не по воле своей и предпочли бы, наверное, работать в России. И еще вы задали вопрос о том, что волнует русское зарубежье. Трудно сказать, что его сегодня волнует. Я думаю, что все то же, что волнует нас. Его волнует пандемия, например, да, чтобы она скорее закончилась. Кстати, из русского зарубежья вот наши представители, потому что я, поскольку из первых рук, что называется, говорю вам, приезжают делать прививку вот сейчас к нам в Россию. Иностранцы? Наши. 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 Возвращаются. Ну, они за прививкой. Да, да, это радость. Давайте поэтапно много всего, много интересной информации. Это я, чтобы структурировал. Это правильно, это правильно. Вот «Русский путь», киностудия, производство собственных фильмов. Мы уже услышали, что их можно посмотреть на телеканале «Культура». Частично, наверное, или полностью. Ну, почему же? В полностью, практически весь цикл, который мы сделали, вот за 15 лет, порядка 25 картин, они все, может быть, может, одна-две, они вышли, а, так сказать, все остальные были показаны. В интернете, на сайте, ютуб-канал. В интернете можно, да, в интернете, на сайте телеканала «Культура» можно посмотреть. Вот, а потом в киноклубе можно посмотреть. Мы периодически, мы обязательно вот отзываемся, конечно, на юбилеи, связанные с русским зарубежьем, и поэтому мы все время к этим юбилеям показываем наши же картины, ну, и не наши тоже, да, которые нами были сделаны, там, 5, 7, 8 лет назад, там, 3 года назад, да, вот чей-то юбилей подходит, мы в киноклубе или на кинофестивале русской зарубежьей показываем эту картину. Вот совсем недавно скончался замечательный наш художник Сергей Львович Галербах в Нью-Йорке в возрасте 95 лет. Он представитель второй волны русской эмиграции. Совершенно чудесный был человек, на мой взгляд, выдающийся русский художник, которого несколько раз мы снимали, с которым встречались неоднократно в Нью-Йорке и в Москве. И вот году 2010, наверное, лет 10 назад мы делали о нем картину, и вот сейчас в память о нем опять будем показывать, наверное, эту картину на кинофестивале русской зарубежья. То есть вот те фильмы, которые мы сделали, они все время работают. Кстати, между прочим, канал «Культура» повторяет иногда эти фильмы, да, тоже каким-то юбилеем каких-то наших героев. Про кинофестиваль русской зарубежья, это очень интересно. Я думаю, что не только вопрос о пандемии, конечно, волнует русское зарубежье, но может быть еще что-то? Что касается тем, да, вот вы говорите, волнует. Конечно, волнует, и, так сказать, люди к каким-то памятным датам пытаются картины делать. В этом году как раз 80-летие начала войны. Все фильмы, которые связаны с памятными датами, с юбилеями, мы обязательно показываем в ней конкурсы, чтобы у них не было в конкурсе приоритета никакого, понимаете? Потому что у жюри всегда появляется искушение. Обязательно тому, кто снял проб. Ну да, если это юбилейная картина, допустим, я не знаю, какой-то писатель или поэт, мы ее показываем, там, выдающийся представитель русского зарубежья, мы показываем ее обязательно в ней конкурсы. Я авторам объясняю, если вы хотите показать ее в конкурсе, терпите до следующего года. Вы сказали очень интересную вещь. Вы сказали про людей, которые сейчас эмигрируют. Ведь так как вы занимаетесь в том числе волей-неволей, темой соотечественников и соприкасаетесь с темой эмиграции, то если мы посмотрим, эмиграция первой и второй волны, они были вполне обоснованы, были продиктованы определенными событиями и обстоятельствами. Почему люди эмигрируют сегодня? Почему они уезжают? Вот как вам кажется? Вы знаете, я думаю, что сколько людей, столько причин. От политических кого-то, так сказать, здесь что-то не устраивает. Вплоть до каких-то просто семейных причин. Совершенно рад. Вы знаете, дело же не в том, для нас. Вот мы занимаемся историей русского зарубежья, рассказываем там о жизни, пытаемся как бы проникнуть в жизнь русских общин, да, сегодняшнего русского зарубежья в том числе. Для нас важно не то, из-за чего человек уехал, а сохраняет ли он связи с Родиной. А многие сохраняют. Многие, многие, конечно, многие. Есть, конечно, люди, которые вот уехал и отрезал. Да, это не мое, меня там не было. Да, меня там не было, я там не родился, я родился на Луне, а потом оказался здесь, вот в Америке. Да, ну, вы понимаете, такие люди, ну, как правило, и не интересные люди. Вот, они не... Нас интересуют люди, которые делают оттуда что-то для России, а таких большинство. Таких большинство, то есть они объединяются в какие-то группы, да, которые что-то, так сказать, действительно связь с Россией сохраняют, да. Они проводят там кинофестивали, как оказалось, как-то фестиваль в Австралии, Russian Resurrection, да. Вот, они что-то, они постоянно-постоянно какую-то связь поддерживают с Родиной, да. Они пытаются быть, и вот самое главное, что они пытаются быть полезными. Вот, знаете, парадоксальные вещи. Считается, что русская диаспора, она самая необъединенная. И еще со времен Толстого у нас все время звучит тема единения русского народа, что мы такие разобщутные, особенно это говорят про русскую миграцию, да, которая оказалась с Родиной, и вы сейчас вдруг рассказываете о том, что это люди, которые объединяются. То есть что-то меняется, единение, вот вы на своем уровне чувствуете больше сейчас, чем, например, когда только начинался кинофестиваль. 15 лет назад, вы имеете в виду? Да я не думаю, что... Вы знаете, во-первых, вот что я хочу сказать, что есть какая наблюдалась, во всяком случае, в последние годы тенденция, и которую, естественно, ну, я вот как человек этой темы касающийся, всячески приветствую. Люди возвращались сюда, представители старой эмиграции, то есть я имею в виду уже там третье, четвертое поколение первой волны русской эмиграции, сюда возвращалась для того, чтобы жить здесь постоянно. Вот это вот очень отрадно. Вот это очень отрадно. Что касается того, что русские там на чужбине объединяются, во-первых, это присуще всем, естественно, да, объединяться, потому что, а как выживать? То, что русское зарубежье может быть самое не объединенное на чужбине, да, это тоже правда, потому что, ведь понимаете, как бы человеку свойственно, да, общаться, объединяться с другими людьми, что-то, так сказать, в какие-то группы объединяться, в какие-то сообщества, общества, организации, но вы понимаете, что они часто ведь друг, вот эти организации друг с другом не ладят, к сожалению, и поэтому все равно, к большому сожалению, русские общины часто, так сказать, внутри там одной страны даже не находят общего языка, вот. Ну, а наша задача всех объединять, вот, во всяком случае, у Международного кинофестиваля, русское зарубежье, я считаю, что это получается, потому что к нам приезжают гости, начинают здесь общаться, здесь, в Москве начинают общаться, а потом это общение, естественно, они переносят в те страны, где они проживают. Вы сказали о тех, кто приезжает и возвращается, я сразу вспомнила одного из своих самых любимых поэтов, яркого представителя русской эмиграции, Юсифа Бродского, который... Мы с вами сходимся, Люба. Так и не вернулся. Да, это мой тоже один из... Наверное, современный, может быть, и вообще самый любимый поэтов. Да. Который так и не вернулся в Ленинград. Ну, он не собирался, да, 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 но, надо сказать, что возвращаться он не собирался. Посмотреть на Ленинград ему хотелось. Но он так и не приехал. Ну, я думаю, что не сложилось. Не потому, что он категорически не хотел бы, но я думаю, что не сложилось. Я как-то был на какой-то... Давно уже достаточно на встрече такой кулуарный такой, такой закрытый с Евгением Рейном, с другом Бродского. И его... А еще Бродский был жив. Кстати, вот что, Бродский был жив. 94-й год это был. Да, 94-й год. А Бродского не стало в 96-м. И тогда у Рейна спрашивали, а вот, ну, хочет же, Иосиф Александрович, приехать, и может быть, как-то там что-то. Он говорит, ну, вот пока не складывается, хотя у нас были, были мысли, тайна, так сказать, чтобы никто, конечно, вы понимаете, чтобы это не было разрекламировано, там, тут же, чтобы слухи не поползли, что Бродский в Петербурге, там, в Ленинграде, чтобы тайна на пароме из Финляндии, из Хельсинки, там, значит, как-то... Целая операция вообще. Да, да, да. То есть он... И вероятно, что, на самом деле, тогда, в тот момент, Рейн и не отказывался, они, может быть, оба и не отказывались от этой мысли. Вот, просто, ну, вскоре не стало Бродского, и я думаю, что поэтому не стало. Хотя, кто знает, вдруг они приезжали. Это мы с вами не знали. Конечно. Конечно. Все могло быть. Вот я сейчас подумал, может, они приезжают. Действительно. И от этого становится еще более интересно. У вас есть в вашей копилке картины фильм про Бродского? Много. Да? Да. Ну, как, в копилке картин, которые вот аккумулирует кинофестиваль «Русское зарубежье», мы почти, вот, в последнее время, почти каждый год об Росском кто-то делает картину. Сергей Леонидович, вопрос, может быть, очень общий, но тем не менее. Скажите, в чем специфика работы над документальным фильмом? Не над художественным, игровым, да, а именно над документальной картиной? Ну, прежде всего в том, что документальная картина же рождается вплоть до, вот, последнего дня монтажа, да, пусть она еще, она еще может рождаться даже на озвучании. Понимаете? В игровом кино, ну, я так сказать, для зрителей это же не секрет, в принципе, вот есть сюжет. В общем-то, шаг влево, шаг вправо нельзя. Да, в документальном кино, конечно, предпочтительно, чтобы сценарий был, вот, но он настолько трансформируется в процессе съемки, он иногда, ну, очень сильно меняется, да. Даже вот сейчас вот я делаю картину, которую я, мне казалось, я придумал все там, да, мы уже все сняли, все, так сказать, все придумано на бумаге, мы стали монтировать, я вижу, что я сделал там целый ряд ошибок. И картина меняется, меняется на глазах несколько раз. Все-таки в игровом кино это гораздо реже, тоже бывает, тоже бывает, но, во-первых, гораздо реже, во-вторых, это все-таки было присуще больше, может быть, советскому кинематографу, вот. А где-нибудь в Америке вообще вы попробуйте что-нибудь поменяйте без продюсера, там, слова вы туда не вставите, ничего не получится. Ну, в этом смысле свободы слова в разы больше. В профессии вы имеете в виду? Ну, ну, не в разы, нет, сейчас уже кино тоже стало продюсерским, просто может быть немножко побольше. Что касается финансовой поддержки, почему я так подробно, да, тоже останавливаюсь на этих вопросах, потому что сегодня многие хотят прославиться через тот же YouTube, снять какую-то документальную работу, поехать в русскую глубинку или за границу, показать, там, другой Петербург или еще что-то. И люди интересуются кино не только посмотреть, но и самим что-то попробовать сделать. Вот можно ли снять сегодня документальный фильм без финансовой поддержки? Да, конечно, можно. Конечно, можно. Все же зависит от того, от желания, вот, вкуса и навыков профессиональных. Был такой замечательный мастер драматургии и поэт-сценарист Тонино Гойера итальянский, да, который, по-моему, если не ошибаюсь, в 2012 году ушел уже в почтенном возрасте человек, который работал и с Антониони, и с Феллини, и с Андреем Арсеньевичем Тарковским. Мне вот один раз довелось с ним общаться, и он сказал такую интересную вещь. Это был 2009 год. Он сказал, что мировой кинематограф умер. Он имел в виду авторский кинематограф, конечно, не коммерческий кинематограф. Он сказал, что кинематограф умер. Все, что вы можете сейчас сделать, откажитесь от денег, возьмите в руки камеру, пойдите и снимите хорошее документальное кино. То есть, о чем он говорил, что он имел в виду? Он имел в виду, конечно, авторский кинематограф, но при этом художественный кинематограф. Вот я почему всегда подчеркиваю, что не надо кино делить на документальное и художественное, потому что художественным-то фильм должен быть любой в меру таланта автора. Я всегда говорю, да, в меру таланта автора, но все-таки любой автор должен стремиться сделать художественный продукт. Поэтому лучше всего все-таки кино называть игровым и неигровым. Ну да, есть, конечно, документальный жанр, но это ближе к репортажу. Вы несколько раз использовали словосочетание «хорошее документальное кино». Вот как понять, что оно хорошее? Вот есть какая-то лакмусовая бумажка, какой-то критерий? Вот вы ведь просматриваете огромное количество работ, и наверняка вы иногда смотрите и понимаете, вот-вот у этого режиссера, у него будущее. Ну, хорошее документальное кино, вы понимаете, как... Во-первых, чтобы смотреть документальное кино, все-таки нужен подготовленный зритель, который, ну, может быть, или, так сказать, приучен смотреть документальное кино, или он, так сказать, в такой среде вырос, где смотрели все-таки неигровое кино. Понимаете, очень... Сейчас у нас очень такой отученный зритель от документального кино. Ну, что значит «хорошее документальное кино»? Хорошее документальное... Это я точно так же в отношении игрового кино могу сказать. Хорошее игровое кино. Просто хорошее. Есть хорошее кино, а есть никакое. Понимаете, это все определяется, наверное, тем попадает оно тебе сюда, вот, в сердце, да? Да, пронзает что-то, и есть ли в нем атмосфера, да? Вот как добиться атмосферы в кино? Вот хорошее документальное кино или хорошее игровое кино – это кино, где есть атмосфера, где ты вдруг чувствуешь, что, да, да, вот... Объяснить это... Вот появление атмосферы на экране объяснить невозможно. Невозможно. Я помню, мы с моим другом, звукорежиссером, хорошим, Славой Булгаковым, как-то обсуждали это. Откуда берется атмосфера там, да? От актера, от музыки, нет. И сценария. Ну, в сценарии, может быть, что-то заложено, но это же не значит, что автор точно совершенно перенесет и сценария, там, режиссер эту атмосферу на экран. Да нет. Вот. И так ни к чему и не пришли. Потом он вдруг сказал фразу, которую я вот все время повторяю. Он говорит, да надо просто честно работать. Надо просто честно работать. Появится атмосфера. А если вы снимаете так, ну, не получилось, ну, ладно. Но в кино мелочей нет. Ну, наверное, в любой серьезной работе нет мелочей. Ну, вот мы сейчас говорим просто о кино. Ну, нет там мелочей. Но если не получилось что-то, переснимай. Трудно, трудно. Нет денег, нет денег. Доставай, переснимай. Иначе хорошего кино не сделают. А часто продюсерам современным это не объяснить. Потому что продюсеру нужен продукт. В срок. Обязательно. Да. Это же деньги. Вы сказали про зрителя. Вообще, есть ли у нас зритель у документов, у неигрового, простите, кино? Ну, есть, конечно, есть. Просто узок и вокруг. Любители, ценители документального кино. Людей, которые знают документальное кино, знают историю документального кино. Которые видели, там, я не знаю, фильм «Рома. Обыкновенный фашизм» 65-го года. Который, кстати, ни на секунду не устарел. Вот сейчас смотришь его, и что там, какого-нибудь Дудя, что Рома. Еще неизвестно, за что актуальнее смотрится. Что бы вы порекомендовали еще посмотреть? Вот давайте топ-5 фильмов от Сергея Зайцева. Ну, вы знаете, я боюсь так сейчас сразу сказать. Я просто, понимаете, я сейчас вам назову несколько картин, которые стоит посмотреть. Но это же не значит, что это топ-5. Да, а потом мы закончим съемку, я выйду. На данный момент, на данном этапе. Для того, для чего я вас спрашиваю? Потому что, например, люди, которые смотрят эту передачу и не очень разбираются в документальном кино, может быть, не знают каких-то авторов интересных, и откроют их для себя именно благодаря вам. Кого я могу порекомендовать? Да, да. Ну, во-первых, я всегда говорю, что я могу порекомендовать фильмы Андрея Осипова. Да, выдающего нашего, нашего, выдающегося режиссера неигрового кино. Ну, вот есть у Андрея Осипова трилогия о Серебряном веке, фильм о Волошине, о Цветаю, об Андрее Белом. Прекрасная. Ну, и вообще большинство работ Андрея – это настоящее произведение искусства, выдающиеся картины. Есть прекрасный режиссер Борис Лизнев. Пожалуйста, можно найти в интернете, в Ютьюбе, прочитать о Борисе Александровиче Лизневе. Это все действующие, работающие режиссеры. Там Наталья Гугуева, Владимир Эйснер. Вот это все большие художники. Слава Орехов, Вячеслав Васильевич Орехов. Это то, что сейчас сразу на память приходит. Но я думаю, что зрители запомнили каких-то... Записали, все все записали, запомнили и обязательно посмотрят. Ваша киностудия называется, так же, как и наш телеканал, я называю так нескромно, «Русский путь». Сразу возникает вопрос, в чем же этот «Русский путь»? Вы для себя ответили на этот вопрос? Это, безусловно, правда необходимая в искусстве, особенно в кино неигровом. Я не знаю, кому-то понятно, кому-то покажется неблизким. Это православие, конечно, на котором Россия стояла и должна стоять. Вот это какие-то такие базовые ценности для человека, который живет в России. И я бы сказал, что русский путь – это обычный, просто обычный человеческий путь. Понимаете, вот так вот. То есть тут нет чего-то особенного, но это просто путь правды, вот так скажем. То есть ты не кривишь душой, ты обычно, ведь вот даже картину ты делаешь, как только ты начинаешь себя обманывать на каком-то этапе, все, картина разваливается. Вы знаете, я делал фильм, 10 лет назад мы сделали фильм, который назывался «Союзники верой и правдой» о Второй мировой войне, о наших союзниках во Второй мировой войне. И там я в пяти странах эту картину снимал. Шотландцы, англичане, французы, американцы принимали участие, и немцы даже, бывшие солдаты вермахта. Очень интересно, кстати, я еще сомневался, включать ли в фильм «Интервью» с бывшими солдатами вермахта, и потом я понял, что да, надо, потому что они сейчас уже говорят, как наши союзники против войны. И я к чему? К тому, что я хотел в качестве пролога в этой картине сделать интервью с людьми, снятые на улице, просто во всех мировых столицах, в Берлине, в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке. И проспрашивать людей о том, что они знают, что они помнят о войне, вообще кто победил. Нам же все время рассказывают, что люди какие-то идиоты, они не знают, кто кого победил, кто с кем воевал и так далее. И я думаю, что сейчас я услышу вот эту глупость всю обязательно и сделаю ее в качестве пролога, а потом назидательно расскажу, почему мы должны помнить зрителю, почему мы должны помнить о Второй мировой войне. Вот эта идея с треском провалилась, потому что она от лукавого была. Она сразу же уже как бы не очень достойная идея. Я потом это понял. То есть сначала надо, то есть я хотел сначала уколоть, да, а потом, так сказать, расскажи, нет, это вот с ней. И Господь меня научил, что так делать не годится, потому что, ну да, я буквально, я действительно снимал обширные интервью в Нью-Йорке, в Лондоне, там в центре, в центре Парижа, у Сорбонны там снимал, в Берлине, на там Курфюрстендам, в самых таких каких-то знаковых местах, да, Европы и Америки. И буквально, может быть, пару раз я услышал какие-то, ну там, я вот помню в Нью-Йорке в Центровом парке девочка с наушниками в ушах спортом, я бежала и сказала, ну, по-моему, Сталин с Гитлером нас хотели завоевать. Но это вот буквально и все, и все. Все остальные люди, которых я расспрашивал о том, кто с кем воевал, когда была война и так далее, и так далее, они мне все подробно рассказывали. И даже были случаи совершенно потрясающие, что, значит, вот на Гудзон, пляж, да, мы, я вижу, значит, лежит девочка молоденькая, лет 20, темнокожая, с массой косичек, парень ее, значит, белый рядом с ней, так лет по 20 ребятам, я думаю, вот они точно ничего не знают. Мы подходим, значит, спрашиваем разрешение обратиться, вот она поднимается с шезлонга, я ее спрашиваю, значит, вот Вторая мировая война, она говорит, вы знаете, мы сами из Кении, из Кении, и мой дед был призван в Европу на эту войну, очень много про нее рассказывал, я понял, что все, вот на этом я уже заканчиваю свою вот эту вот идею провокативную, да, она провалилась, то есть я понял, что она провалилась, вот, и я понял, что это политики нам рассказывают, что там вот в Америке дураки, а там им рассказывают, что здесь в России живут сволочи, там, которые на самом деле ничего не знают, мы там, нет, мы победили, победили люди, люди, и люди об этом помнят, они хорошо знают, потому что им всеми их об этом рассказывали, поэтому никогда не надо верить, что никто ничего не знает, вот эти байки политиков, да, всю картину политики портят, вот, вот так грустно. Это очень интересно, вот про этот пролог, который вы рассказали, Да, еще там был случай с, значит, мужик лет такой 65-ти, типичный американец, бейсбол, полный такой, я говорю, ну вот, так сказать, мы снимаем фильм о Второй мировой войне, он говорит, мне столько, у меня отец участник войны, он говорит, мне столько рассказывал про войну, что я себе дал слово когда-нибудь, причем об участии русских в войне, что это русские победили, и причем я понимаю, что он мне это рассказывает не потому, что я из России, тут съемочная группа из России, нет, он говорит, я себе дал слово когда-нибудь, когда вот слушал рассказы отца, поехать на Красную площадь, постоять на Красной площади, и несколько лет назад я осуществил это, я был на Красной площади, стоял, так сказать, смотрел вот на, так сказать, главную святыню победителей во Второй мировой войне, ну вот тоже, да, вот тоже пример, вот, случайно ведь, я же не подбирал этих людей, это вот так вот остановленные на улицах люди. Вы знаете, либо это невероятное везение, то, что с вами случилось, совпадение, либо это правда. Ну, совпадений-то не бывает, вот верующие люди знают, что случайностей не бывает, я неоднократно в этом убеждался, их вообще не существует, то есть случай — это псевдоним Бога. В таком случае, извините меня за лексический повтор, я хочу сказать, что не все так плохо на самом деле, как, к сожалению, мои коллеги в том числе и часто нам это преподносят, и если так оно и есть, то, что люди знают, помнят, хотят общаться и... Ну, конечно, потому что они люди. Конечно, да, все же, все хотят быть счастливыми на самом деле, каждый человек, он хочет быть просто счастлив, вот и все. И слава Богу, что оно так и есть. Значит, вот на этой хорошей ноте, на ноте счастья, любви, дружбы, исторической правды и справедливости мы заканчиваем нашу беседу. Спасибо вам большое. И особенное спасибо за топ режиссеров, документалистов, которые вы порекомендовали. Ну, во-первых, я должен обязательно запретить оговориться, я обязательно кого-то забыл, вот. Во-вторых, это часть этого топа, так скажем. Безусловно, безусловно. Но, может быть, именно благодаря вот этими рекомендациями люди для себя откроют еще и еще новые имена и станут потенциальными зрителями киноклуба и кинофестивалей, киностудии и будут вообще регулярными гостями Дома русского за рубежей, чего, кстати, я всем и желаю. Спасибо большое, Сергей Леонидович. Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok